Номер один. Чем я хуже знаменитостей? Психологи отмечают интересное явление, связанное с имитацией образа жизни богатых и знаменитых. Обычные люди сегодня часто стремятся жить как те, кому не приходится волноваться о деньгах. И, как несложно догадаться, ничего хорошего из этого не выходит. Очевидно, что если вы из маленького города, у вас вряд ли будет целый шкаф дизайнерской одежды и самолет, на котором вы путешествуете по миру. Но постоянно глядя на купающихся в роскоши знаменитости и их жизнь в соцсетях, мы не можем не сравнивать. Не скажу, что быть богатым не весело, у этого точно есть свои преимущества. Но не забывайте, что вы видите лишь красивый фасад, а что за ним, никому не известно. Звезды такие же люди, и у них такие же проблемы, как и у нас с вами. Поэтому сравнивать свою жизнь с жизнью тех, кто более успешен, это прямая дорога к разочарованию в себе и больше ничего. Уметь ценить то, что имеешь – самое важное качество, которое делает нас счастливыми. Номер два. Помешательство на соцсетях. Когда вы в последний раз проверяли соцсети? Да, мы все делаем это чаще, чем стоило бы. Но некоторые не просто хотят посмотреть, чем заняты другие. Они хотят показать, как выглядит их жизнь. Разумеется, с нужного ракурса. Потому что сегодня многие почему-то считают, что чем красивее фото в ленте, тем интереснее их жизнь. Так и выходит, что вы смотрите на потрясающие фотографии с вечеринки, которая на самом деле была жутко унылой. Или фото счастливой пары, обедающей в дорогом ресторане, хотя на самом деле им там даже не понравилось. Или еда была очень вкусной, но они были так заняты ее фотографированием, что пришлось есть ее холодной. Эти люди просто хотят похвастаться своей жизнью перед другими и расстраиваются, если их посты не получают много лайков. Они думают, что запечатлеть момент на камеру важнее, чем прожить его в полной мере. Номер три. Сложное родительство. Думаю, вы согласитесь, что быть родителем – самая сложная работа на свете. И, похоже, она становится только сложнее, поскольку многие под давлением СМИ отказываются от собственных стратегий в этом деле. С экранов ТВ и обложек журналов на нас смотрят семьи с идеальными детьми, которые никогда не плачут и ведут себя примерно. Хотя известно, что идеальность – всего лишь иллюзия. Но множество людей постоянно из кожи вон лезут, стараясь быть идеальными, не понимая, какой вред это наносит им самим и их детям. Эти родители так пекутся об отпрысках, что у них не остается времени на себя. Они ежедневно эмоционально выматываются. А правда в том, что несчастный родитель не сможет вырастить счастливого ребенка. Плюс детям жить под гиперопекой тоже нелегко. Им нужна возможность быть независимыми и понять, чего они хотят от жизни. Номер 4. Достаточно ли хороша ваша профессия? Найти свое призвание чрезвычайно важно. Иметь работу, которая вас радует и наполняет жизнь смыслом – один из главных источников счастья. Но многие почему-то делят профессии на хорошие и не очень хорошие. Банкир в нашем обществе считается очень уважаемой профессией. Но в чем ее смысл, если она не приносит вам радости? Может, человек на этом посту был бы счастливее в должности парикмахера или бариста? Некоторые считают, что профессии, не требующие диплома, менее престижны. Однако наличие корочки вовсе не гарантия успеха. Многие поступают в университет, будучи еще слишком молодыми, чтобы понять, чего хотят от жизни. Позже кто-то из них попросту сменит карьеру, выбрав совершенно другую профессию. И это нормально, потому что ваша задача – найти работу, которая вам нравится, не беспокоясь о том, что родители или друзья решат, что она недостаточно хороша. Номер пять. Дайте мне мой первый миллион. Так, вопрос к вам. Что бы вы сделали, будь у вас миллион долларов? Расскажите в комментариях. Быть богатым здорово. Но чтобы им стать, нужно немало потрудиться. Однако по какой-то причине наше общество продвигает идею легкого успеха, которая не требует труда и приходит быстро. Ее адепты обычно не горят желанием медленно, но верно подниматься по карьерной лестнице. Они хотят получить все и сразу. К несчастью, жизнь не сказка, где все желания исполняются по щелчку. Чтобы стать настоящим профессионалом, нужно глубоко изучить свое дело и заслужить репутацию. Однако некоторые постоянно меняют работу в надежде найти ту, где деньги и успех просто придут к ним в руки без лишних усилий. Номер шесть. Человек гораздо счастлив, имея большую квартиру, новую машину и телефон последней модели. Будем честны, покупать вещи приятно. Так уж устроен наш мозг. Он вырабатывает дофамин, гормон счастья. Не только когда мы уже потратили деньги на что-то, но даже до того. Простое предвкушение покупки настраивает нас на позитив. Вы когда-нибудь заходили в магазин купить что-то одно, а в итоге набирали лишнего? Лично мне это очень знакомо. А что плохого в том, чтобы побаловать себя обновками? Спросите вы. Короткий ответ. Ровным счетом ничего. Нет ничего плохого в том, чтобы радовать себя, если только это не навредит кошельку. В чем смысл покупки последней модели телефона, если вы берете на нее кредит? Или в покупке новой машины, которая простаивает в гараже, потому что ее слишком дорого обслуживать? Но некоторые люди просто не могут не покупать эти вещи, потому что у всех остальных они есть. Более того, потребительство – это неутолимая жажда покупок. Затмило умы многих людей, и у них просто не осталось других источников счастья. Они забыли, как наслаждаться тем, что ничего не стоит. Прогулкой в парке, или на природе, или игрой с домашним питомцем. Номер семь. Естественный макияж, отнимающий два часа. Все хотят выглядеть идеально, именно поэтому мы и пользуемся макияжем. К счастью, тенденции сильно изменились, и в моде – естественный вид. Но все равно все должны выглядеть безупречно. А это значит, что теперь приходится подолгу сидеть перед зеркалом, ведь естественный образ, по иронии, требует больших затрат. Многие верят в то, что красота заключается в знании последних трендов и умении накладывать макияж как визажист-профи. Но так ли это? Другие, кто способен заглянуть за пределы этой тенденции, учатся быть уверенными в своей натуральной красоте и экономят время и деньги, не прибегая к косметике. Номер восемь. Куда дальше? Этот вопрос я в последнее время слышу все чаще и чаще. Где собираешься провести отпуск? Едешь куда-нибудь в выходные? И так далее. Люди стесняются говорить, что не планируют никаких невероятных поездок. Почему-то путешествия стали очень модными. Как будто все обязаны желать увидеть мир. Не поймите меня неправильно. Я считаю, что путешествия – отличный способ исследовать мир. Но есть и те, кто не любит уезжать из дома или считает это не лучшим вложением средств. Им комфортно и без смены места и видов. Но новый тренд на путешествия заставляет этих людей думать, что они многое теряют, если они никуда не ездят. А другие участвуют в негласном соревновании. Кто посетит больше стран? Кому бы вы ни относились? Важнее всего то, что вы счастливы, где бы вы ни были. Номер 9. Все дело в комфорте Современное общество продвигает идею о том, что человек должен делать все возможное, чтобы достичь своих целей. Звучит безобидно, правда? Но на самом деле довольно часто это значит не обращать внимания на чужие нужды. Потому что все борются за собственный комфорт. И хотя такая философия понятна, ведь рассчитывать мы можем только на себя, меня несколько тревожит, что столь многие отказываются тратить свое драгоценное время на помощь другим. Такое ощущение, что появился новый тренд на безразличие. Но во многих ситуациях предложить помощь тому, кто в ней нуждается, совсем несложно. Так почему бы этого не сделать? Подводя итог, старайтесь быть людьми, а не овечками. Не обращайте внимания на тренды и не будьте как все. Таких, как вы, больше нет на планете, так что полируйте самих себя. Заставляйте себя сиять, ведь лучше вас самих вами никто быть не сможет. Что обычно помогает вам принять решение? Расскажите в комментариях. Если вы сегодня узнали что-то новое, поставьте этому видео лайк и поделитесь им с друзьями. Но не торопитесь уходить. У нас есть для вас более двух тысяч других видео. Просто выберите ролик слева или справа, нажмите на него и наслаждайтесь просмотром. Оставайтесь на яркой стороне жизни.